Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Север. Я рада вас приветствовать из студии универсального формата. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. М202 на 1122. Запомните этот номер телефона, потому что он вам еще, конечно же, обязательно пригодится. Что ж, наверное, в мире диетологов сейчас остро стоит вопрос, полезно ли вегетарианство или же, наоборот, несет какие-то свои минусы. Что ж, конечно же, наверное, раньше было все-таки больше противников этого вида питания. Сейчас появляется больше тех людей, которые за вегетарианство. Вот на самом деле вот такая интересная у меня есть статистика. Сегодня в мире живут около 50% вегетарианцев. Большинство, конечно, из них это в Индии. Меньшее количество вегетарианцев в Китае. Только буддисты поддерживают такую практику. Ну, в России такая статистика, к сожалению, отсутствует. По крайней мере, я лично не нашла. Но лично считаю, что в Самаре вегетарианство как-то становится популярным. Примеру тому является то, что не так давно открылось у нас кафе, которое предоставляет именно удовольствие для вегетарианцев и сыроедов. И с радостью представляю наших гостей, которые сегодня нам расскажут немножечко о своей деятельности, расскажут об этом виде питания, о этой диете. Если так вот, по крайней мере, для меня, для мясоеда это, видимо, диета. Для вас, наверное, это образ жизни. Итак, представляю вам наших сегодняшних гостей. Это у нас Светлана Булавина, учредитель вегетарианского и сыроедческого кафе. Собственно говоря, все они коллеги, поэтому просто представлю всех поименно. Конечно, Алексей Макеев у нас присутствует, и у нас сегодня Денис Дмитриенко, правильно? Да. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо, что радуете нас сегодня такими замечательными цветами. Я имею в виду ваши одежды, такие сегодня красные, зеленые, синие, белые. Ну и, конечно же, на столе прям буйство красок, какие-то такие свежие, что после каких-то продолжительных каникул как раз хочется видеть такое яркое, сочное и полезное, я так понимаю, на столе у нас сегодня присутствует. Первый вопрос, наверное, будет, собственно говоря, связан именно с идеей создания кафе. Вот не боялись ли, когда открывали кафе, что будет непопулярно? Потому что вегетарианство все-таки, ну, дело каждого. Ну, не знаю, много ли вообще вегетарианцев в Самаре, вот когда вы уже начали открывать кафе, когда вы уже познакомились со своими особыми клиентами? Кто первый ответит? Ну, вообще, идея зарождалась у нас, у каждого по отдельности, очень давно. Вот Светлана с своим мужем Дмитрием, который сегодня не смог присутствовать, они уже несколько лет назад планировали создать что-то подобное. У меня также были эти идеи, они были тоже очень давно, и буквально полтора года назад я уже планировал реализовать эту идею уже в жизнь, предпринял очень серьезные шаги, и мне буквально не хватило там полшажка, чтобы реализовать. Но в тот момент я понял, что общество, как раз вы говорите, еще не готово, еще как бы не созрело. Не набралась та критическая масса вегетарианцев, сыроедов, которая могла бы поддержать эту идею. И поэтому я стал реализовать другой свой проект, тоже экологичный, и занимался им где-то около года. И неожиданно, когда я тот проект уже запустил на хорошие обороты, вдруг Светлана мне звонит и предлагает совместно реализовать идею кафе. Получается, это и ее идея, и моя. Я сразу обрадовался, сразу прям откликнулся. Да, то есть, и буквально там, ну, за два с половиной месяца мы вот эту идею просто взяли и реализовали. Слушайте, за два с половиной месяца для открытия вообще любого дела, наверное, для, пусть даже самое минимальное, это очень короткий срок. То есть, видимо, настолько был уже энтузиазм, настолько уже горела идея, что все это так быстро пришло... Да, но мы чувствовали, что готово, просто что все готово. Просто мы до этого, так как занимались этими и теми уже, ну, параллельно, были какие-то уже наработки серьезные, и поэтому нам просто осталось взять и реализовать. Поэтому так все удачно сложилось. Хорошо. Это лето для нас, можно сказать, ну, во всяком случае, для меня четким индикатором, что все сложится, все будет нормально, и, как Денис сказал, критическая масса набралась. Это, наверное, был фестиваль протока, в котором две с половиной тысячи вегетарианцев в течение нескольких дней, ну, просто явили себя миру, и мы поняли, в том числе, наверное, по этому показателю, что раз эти люди преимущественно самарские, значит, мы не останемся одинокими. А страха не было, потому что, как минимум, нам самим нужно было где-то кушать. Отдыхать? И, в первую очередь, эта идея была для себя, для самих себя, чтобы можно было реализовать потребность вот в таком образе жизни, в питании. Ну, и поскольку много уже друзей, вот те же фестивали показали, что не мы одни в Самаре этим интересуемся, скорее всего, это позволило принять решение, уже как-то решиться на следующий шаг, именно открытие. Слушайте, ну, вас поддержу, конечно, в ваших словах, потому что сама я не буду никого убеждать, что становитесь вегетарианцами, не ешьте мясо, потому что не могу, не имею права, потому что не отношусь к таковым. Но у меня очень многие знакомые действительно поддерживают идею вегетарианства, сыроедничества. Но у всех возникала проблема, где же отдохнуть, где же встретиться, где же поболтать, ну и, конечно же, вкусно поесть, чтобы вкусно и можно поесть. И вот, наверное, такая идея, думаю, многих обрадует людей, сторонников такого образа жизни. Хорошо. Хорошо. Светлана, ну как вот вы, я так понимаю, то, что все свалилось на крупкие преречи, потому что как бы и Денис, и Алексей говорили, что все-таки Светлана как-то своей идеей зажгла. Ну не то, что зажгла, не только своей, да, идеей. Инициировала. Да, инициировала, хорошо, вот такой вопрос. Как все-таки от идеи перешло в реализацию? Вот так вот? Да, ресурсы, они просто стали приходить, в том числе ресурсы, у нас же была только идея, а нам нужны были люди, которые будут это реализовывать, там, где это все будет проходить, обучение и так далее, само помещение, финансы, то есть все, оно просто стало приходить. Все сошлось воедино. Да, все сошлось воедино, да, само собой. Хорошо, чем можете порадовать, какими блюдами, какие изыски, ну давайте, потому что сегодня, я так понимаю, вы нам принесли как раз торт из меню вашего кафе, правильно? С блюдами там интересная история, мы посмотрели, как делают другие вегетарианские кафе, обнаружили такую вещь, что есть какой-то такой определенный перекос в индуистскую пищу, ну, традиционно как-то так сложилось, что это вегетарианское, это именно восточное питание, да, уже есть определенный стереотип. Это и Индия, и... Да, ну вот мы практически, наверное, не сговаривались, даже не обсуждая это, у нас возникла идея, что живо проект, и в частности вот кафе для вегетарианцев, это должна быть кухня мира, то есть это без акцента на какую-то определенную традицию, что у нас в меню есть и итальянская пицца, и мексиканская пицца, и роллы есть, там, и японские есть, там, китайская лапша, вог, например, жареная, вот, и русские блины, конечно, тоже есть, то есть пища представлена в совершенно разных вариантах, вот, более того, мы следим за событиями, как, ну, праздники всякие традиционные, которые во всем мире происходят, и стараемся в наше меню включать какие-то элементы именно вот традиционные для разных культур, то есть вот происходит, будет масленица, у нас, естественно, там будут блины, сейчас у нас вот комплексные, например, обеды, как вот бизнес-ланчи, это на данный момент индийские варианты представлены, там они есть разнообразные, то есть ту же и пиццу, можно сказать, ну, в общем, совершенно разнообразная еда, на любой вкус. Хорошо, ну, коли уж мы заговорили о еде, разрешите мне обратиться к нашим телезрителям, задать вопрос. Первый, разыгрываем билеты в Киновертикале, два билета достанутся тому человеку, кто, собственно говоря, ответит на мой вопрос. Что такое крокенбушь? Знаете вы? Если вы знаете, молчите, пожалуйста. Итак, четыре варианта ответа – это сорт вина, это изысканный десерт, это овощное рагуи, это мясное блюдо. 202-11-22, звоните, предлагайте свой вариант ответа, быть может, вы у нас знаток кухни, народной, между прочим, кухни, это блюдо одной страны, скажем так, ну, может догадаться, да, наверное, даже по названию. Какое крокенбушь? 202-11-22, звоните, ждем ваших звонков. Ну, а нам пока все-таки расскажут о таких замечательных десертах, которые манят глаз. Ну, расскажите, кто сможет рассказать, как вообще делать десерты без, опять же, без яиц, без молока, как я вот немножечко уже задала вопросы перед эфиром, потому что я удивляюсь. Светлана, вам? Ну, это, конечно, к поварам, в первую очередь, да, потому что все специфики мы нашли классных специалистов, они прошли еще дополнительное обучение в вегетарианской сыроической кухне, вот, и поэтому у них включилось огромное количество творчества внутри, и они каждый день буквально что-то новое придумывают просто сейчас, вот. Мы даже не знаем, например, что завтра у нас будет, потому что у них богатая фантазия и опыт большой у них уже был. Ну, я думаю, надо передать привет, спасибо огромное тем людям, которые такие вкусняшки готовят для всех ваших клиентов. Так? Да, привет им большое. Ну, а до того, как создавала, собственно, кафе, я так понимаю, что все равно так или иначе в семьях как-то каждый готовил. Для меня, по крайней мере, именно, ну, вегетарианство, ладно, там как-то более-менее, а вот сыроедство, это все-таки кажется, что ты просто ешь морковку, и все. Правда ли или нет, Денис? Знаю то, что вы у нас как раз в этой практике не один год. Да, я очень давно в этой теме, и поначалу именно возникала проблема, что есть, в принципе, там, реально одну морковку, капусту, ну, как-то и неинтересно, невкусно. Приходилось какие-то там рецепты придумывать, что-то там искать, ну, в интернете. И на самом деле оказалось, что кухня сыроедческая очень разнообразная и очень вкусна. Но шаблон в сознании людей все же присутствует, что это реально как-то просто там траву поесть. И наша задача в кафе именно показать, что даже сыроедческая кухня, она весьма вкусная и полезная, к тому же. Вот, поэтому у нас очень разнообразное меню, которое частично, даже по названиям, может, ну, заменить традиционную... И по вкусам тоже. И по вкусам, да. Традиционную кухню, например, там, селедка под шубой, там, салат мимоза, там, ну, что угодно. Оливье, пиццы, борщ. Как минимум, вот этот торт я должен рушить стереотип о сыроедческом питании, потому что этот вот торт вегетарианский, а этот сыроедческий. То есть, я думаю, что для некоторых телезрителей может стать сюрпризом, что может быть сыроедческий вот торт, например. Есть сыроедческий шоколад, то есть, вот, он как бы рисует сверху. Ну, я так понимаю, то, что нельзя доводить до определенной какой-то температуры, правильно? Да, до 40 градусов. До 40 градусов. 40 градусов – это максимальная температура. 40 градусов – максимальная температура. В принципе, что... Что все полезное остается, то есть живое осталось живым. Ну, да, нашла то, что 90% убиваются полезных веществ с приготовлением пищи, до 90%, и поэтому, конечно, если есть все в первозданном виде, то пользы больше. У нас есть фотографии, собственно говоря, я так понимаю, что проходят не только какие-то у вас обычные вечера, но и какие-то мероприятия. Я предлагаю фотографии смотреть чуть-чуть попозже, а пока у нас есть звонок телезрителям. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Антон. Антон, очень приятно. Антон, скажите, пожалуйста, когда-нибудь ли практиковали вегетарианство, может быть, сыроедничество? Нет, никогда. Я мясо люблю. Хорошо. А есть ли что-нибудь, что бы заставило отказаться вас от мяса? Нет? Да, приговор сюда. Приговор сюда. Какой интересный у нас гость, собственно говоря, телезритель на проводе. Ну, Антон, расскажите нам, пожалуйста, быть может, если вы у нас гурман, так, может быть, и знаете, что такое крокенбуш? Ну, сейчас задавать любые вопросы, это дело достаточно простое, тем более на них отвечать. Это, где он открыл, в Википедии я тут же все рассказала. Ну, что вам рассказала Википедия? Давайте, делитесь с нами. Говорят, что это изысканный французский десерт, который подается на свадьбу, ну и так далее. Отлично. Я думаю, у вас мусорец есть. Нет, к сожалению, у нас стоит не этот десерт. Я думаю, он тоже вкусный, конечно же. Вы действительно правы, это изысканный французский десерт. Я вас поздравляю. Два билета в Киновертикаль достаются вам. Оставайтесь таким же позитивным человеком, таким же эрудированным и умеющим общаться с интернетом. Спасибо большое вам, Светлана. Конечно, конечно. По поводу кафе. Значит, первый вопрос. Вот в кафе, как-то говорят, тут обычно в рекламе, там средний чек равняется чему-то. Вот чтобы хорошо посидеть с друзьями в этом кафе, сколько нужно денег приготовить? Угу. И второй вопрос ваш? А второй вопрос, что в Индии с вегетариантом все понятно, у них фрукты круглый год и хорошие, качественные, а у нас вот эти вот ГМО яблоки и тому подобное, которые выращиваются непонятно где, 6 месяцев в году, а то и больше. Как с вегетариантом жить в Самарской губернии, когда снег лежит, когда нет нормальных фруктов и овощи только сохраненные и непонятно как еще? Все, спасибо большое вам за вопросы. Я думаю, на первый вопрос мы дадим ответ за эфиром. Конечно же, обязательно ваш номер телефона взяли и расскажем, сколько же составляет чек и так далее, сколько нужно запастись, с какими финансами, чтобы посидеть в кафе. А вот думаю, с вопросом о фруктах, которые у нас, кстати, присутствуют на столе, вы справитесь. Как? Есть ли сложности? Ну, я могу рассказать о тех направлениях деятельности, которые мы планируем как раз по проекте «Живо». Мы недавно участвовали в стратегической сессии по стратегии развития Самарда 2025 года. Собственно, наш проект вошел в состав запускающих этих проектов. У нас кафе – это только один из этапов, одна из составляющих. Вообще, мы планируем делать целую сеть не только заведений общественного питания, но и включать туда эко-производителей, эко-фермеров, эко-поставщиков. И, ну, кроме этого, еще мы планируем заниматься дополнительным образованием, то есть какие-то тренинговые центры и так далее. Да, действительно, на данный момент проблема с продуктами есть. Мы, в том числе, хотим своей деятельностью решать ее. В частности, вот у нас эко-фермер Денис. Да. Денис занимается… Ну, как раз первый проект, который я до кафе реализовал, это именно создание эко-фермы. А где же вы выращивали? На балконе? У себя, нет? Нет. Могу рассказать, если вам интересно. Соответственно, ту спирулину, которую Денис выращивает, это один из элементов эко-продукции, которую мы хотим помочь нашим горожанам получить у себя на столах, в нашем кафе в том числе, и чтобы они могли питаться более натуральной пищей. Это вопрос не ближайшего года или даже пяти лет, это очень сложная система, но у нас есть желание этим заниматься, и уже сейчас первые шаги, в том числе, по эко-фермерам, привлекаемым в проект Живо, есть живой пример. Живой пример наследенность. Хорошо. Ну, а с теми фруктами, собственно говоря, которые на прилавке в Самаре встречаем, доверяете? Там есть несколько принципов, что наиболее, так скажем, желанные продукты у нас, это местные продукты, это связано и с экологией доставки, то есть чтобы меньше выхлопов в атмосферу было там и так далее, и чтобы это были все-таки продукты более свойственные для нашей полосы, так скажем, для средней. Вот. Но те продукты, которые у нас в кафе, мы их, естественно, сами пробуем, сами едим, вообще любые блюда, которые у нас представлены в меню, мы, естественно, сначала сами пробуем, даем обратную связь нашим талантливым поварам, вот, и только уже то, что проходит наш жесткий... Ценс. Ценс. Да, такой отбор, мы только это допускаем, да, того, чтобы это предоставляли нашим посетителям. Ну, под нашим разговором как раз наши телезрители видят фотографии из вашего кафе, множество мероприятий, уже прошло, я так понимаю, у вас было и красочное открытие, и какие-то еще мероприятия, о которых вы нам сейчас как раз и расскажете, что было, уже рассказываете, чем радовали? Ну, вот, как раз на фотографиях видно, это фестиваль сыроедения был, в котором участвовал весь коллектив живы, то есть повара, но они там скорее как учились, вот, потом мы, наши повара проходили обучение для самостоятельной, тоже приглашали из Челябинска специалистов по сыроедению, они более подробно обучались сыроедческой кухне. Весь состав нашей команды ездил в Петербург, там тоже учился, на вегетарианской кухне, да. Вот, из тех планов, которые ближайшие у нас, вот, в мае будет фестиваль вегетарианства и сыроедения тоже в Самаре, не мы его организуем, но мы участвуем в нем, эту подробность можно в интернете будет поискать. Ну, кроме того, много мероприятий, так скажем, не очень глобальных, но вот, допустим, там, с 6 по 8 февраля в Самару приезжает буддистский монах, который будет здесь тоже практикой, с лекцией наступать, мы будем участвовать в... Кормить. Кормить, кормить участников этих мероприятий, то есть наша основная миссия вот на данный период времени, это накормить людей той едой, которую мы сами любим, которую мы сами, так скажем, которую едим. Показать, что вегетарианство сыроедение, это вкусно, прежде всего. Это вкусно. Ну, мы за эфиром-то, конечно, попробуем, насколько это вкусно, оценит наша съемочная группа обязательно, ну и, если что, звоните обязательно, конечно же, расскажем вне эфира, насколько это все было вкусно. Ну и приходите, отведайте всякие разные интересные блюда. Мало того, что потому что не только, да, можно вкусно и сыто поесть, но и еще на какие-то интересные праздники, мероприятия попасть. Вот как раз в следующем блоке расскажем о мероприятии, которые не так давно прошло у вас в кафе. И, а пока, кстати, коль уж затронули мы тему нашей сегодняшней беседы, какие продукты предпочитаете, отечественные, либо из-за рубежа привезенные, как вы говорите, сейчас открываются экофермы. А мы спросили у жителей нашего города, собственно говоря, какие продукты они закупают. Давайте посмотрим, что они нам ответили. Конечно, отечественные, но они более экологичные, наверное, чем импортные. Я считаю так. Потому что в импортных слишком много молок. Отечественные, конечно. Мне кажется, больше натурального. Импортные мне не нравятся. Сыры, если они действительно германские, если они итальянские, французские, то, конечно, это сыры. А, в принципе, мы стараемся покупать на рынке. Только отечественные в основном. Потому что они дешевле. Поэтому покупаю. Я думаю, все импортные лучше. Почему-то не знаю, мне такое качество доверит. Отечественные. А почему? Потому что, мне кажется, он лучше, чем по качеству, чем другие. Ну, наверное, отечественные у них. Мы еще не научились так много консервантов лошадь. Ну, отечественные, конечно, лучше. С исключением, там, мандарины бывают марокканские на площади. Ну, что-то еще бывает. А вообще отечественные продукты, конечно, лучше. Чем где-то покупать, лучше сами выращивать. Мы говорим сегодня о вегетарианстве, сыроедении. Что ж, и встречаем, конечно же, нашего следующего гостя. Не только сыроед со стажем, не только вегетарианец. Это у нас Ирина Александровская. Ну, и мастер Мехенди, который, собственно говоря, нам расскажет еще об этом интересном искусстве. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что не так давно вас пригласили, вас пригласили или как-то, опять же, соединились, расскажите нам, пожалуйста, на мероприятие. И был очень интересный такой вечер, даже вечера Мехенди, правильно? Да, ну, скажем так, не сколько пригласили, сколько я сама просилась, можно даже сказать. Ну, давно уже знакомы просто. Ну, как, не так давно в том году познакомились и с Денисом, и со Светланой. Вот, и я Денису предлагаю, говорю, давай вечера Мехенди сделаем. Ну, через какое-то время. А давай. А давай. Да, ну, вот и все, в принципе, тоже. Вот такие вот у нас сегодня гости, очень простые, очень легко идущие на какой-то контакт, и поэтому, наверное, все у них из-за этого и получается. Ирина, я так понимаю, что сегодня вы нам даже продемонстрируете в студии прям вот-вот-вот у нас. Да, могу. Да? Хорошо. Вы можете у нас одновременно заниматься двумя делами? Можно попробовать. Можно попробовать. Ну, я предлагаю вам тогда приступать к делу и с вами немножечко поговорю. Как давно, собственно говоря, вы практикуете именно, опять же, сыроедение и мехенди? Как занимаетесь давно? Ну, с сыроедением я познакомилась давно, три года назад. Вот. И мехенди я занимаюсь не так давно, где-то, может, примерно полгода. Вот. Все началось с того, что моя подруга очень хорошая начала заниматься мехенди, рисовать его на заказ. И я ей очень долго уговаривала приехать ко мне и нарисовать мне тоже. Она меня не слушала. Она просто не приезжала. Вот. На что я ей сказала, говорю, ладно, можешь не делать. Я говорю, просто привези мне хны, я сама себе нарисую. Вот. Мне было несложно, потому что у меня есть художественное образование. Я нарисовала, мне это понравилось. Потом она ни с того ни с сего уезжает в Лондон и говорит, я тебе завещаю свой бизнес. Я такая, ну ладно, хорошо. И через неделю приезжает один из лучших мастеров по мехенди вообще в России, наверное, из Москвы в Тольятти с мастер-классом. Я бросаю все, свои последние деньги тоже еду туда, обучаюсь. И, в принципе, пошло, завертелось вот так вот. Хорошо, интересно. Но я так понимаю, что это не просто рисунок, это какое-то изображение чего-то, или это только лично ваша фантазия? Вообще, этому искусству около четырех тысяч лет. Начнем с этого. И оно есть практически во всех теплых странах. Африка, Индия, арабские страны, марокканские страны. Вот. Везде традиции разные. В Африке, например, рисовали для того, чтобы защитить кожу от ожогов, потому что хна не пропускает солнечный свет, солнечные лучи. Например, если сделать рисунок хной и пойти загорать, то потом останется белый след, когда рисунок сойдет. В Индии это отдельная культура вообще, потому что есть перед свадьбой ночь хны. Это обязательный обряд у невест. К невесте домой съезжается вся женская сторона жениха. И они рисуют ей хной полностью руки до локтей и ноги до колен. И каждая женщина, которая рисует, она дает ей советы, как следить за мужем, как ухаживать за детьми, как готовить. И пока ей рисуют, она знает уже все. Как, собственно, вести себя в супружеской жизни. И есть такая традиция у них. Две недели, пока у невеста не сойдет рисунок, она имеет право никакие домашние дела по дому не делать. Какая традиция. Ну и, соответственно, когда женщина носит рисунок, он что-то обозначает. Точка, например, означает плодородие. Огурец там во всех странах означает по-разному. Мне когда спрашивают, например, что это означает, я говорю, ты хочешь счастья? Говорят, все на счастье, все на здоровье, все на богатство. Главное, что ты в это веришь и все. Главное в это верить. Да, мысль заложить. Ну в любом случае это просто красивый рисунок, уже хорошо. Вот как раз сейчас мы видим работы Ирины в эфире. Можете ознакомиться, как это все выглядит в готовом варианте. Потому что, не знаю, успеем ли мы за эфирное время совершить именно такой красивый рисунок. Ну вот, как, кстати, много уходит времени, Ирина, на сознание? На самом деле я никогда не замечаю, сколько времени уходит. Потому что я полностью погружаюсь в работу и за временем вообще не слежу. Ну где-то, может, в районе часа. Самая моя глобальная работа была. Я разрисовала девушке тело. Пять часов я рисовала. Ну я тогда не буду отвлекать вас. Погружайтесь в работу. А пока все-таки поспрашиваю наших замечательных гостей. А именно поспрашиваю о практике вегетарианства, сыроедения. Дениса у нас с 2009 года. Правильно? Да. Какие изменения, собственно говоря, почувствовали? Потому что многие говорят, что не хватает железа, не хватает того, не хватает сего. Есть ли действительно какие-то минусы? Что-то ударило по здоровью? Либо наоборот, какие-то изменения к лучшему? На самом деле сыроедение – это очень тонкий инструмент, который нужно очень грамотно применять. И просто переходить на фрукты и овощи не совсем целесообразно, и от этого будет больше вреда. То есть нужно осознавать, что перестройка организма происходит очень глобальная. И нужно очень долго готовиться к этому. То есть это не просто в один день. Семья сказал, что так, завтра с понедельника я начинаю есть только фрукты. Очень важен именно плавный переход, который может растянуться на год или на два. То есть это нормально. Все зависит от состояния здоровья, от целей человека. То есть если цель просто улучшить здоровье, то стопроцентное сыроедение не сильно поможет. То есть нужно понимать, что здоровье складывается из нескольких факторов. Это питание, движение и образ мыслей. То есть если все эти три фактора как-то согласуются, то и получаем конечный результат хороший. А если мы просто начинаем есть сырые фрукты и овощи и… Ругать все вокруг. Ругать все вокруг и не заниматься спортом, то результата не будет. И как раз вот эти люди говорят, что им что-то там не хватает. На самом деле надо сыроедение очень разнообразить. То есть меню сыроедческое. Во фруктах не хватает на самом деле микроэлементов. Так как большинство, как мы уже знаем, выращивается на довольно бедных землях. И чтобы восполнить запас микроэлементов, нужно все-таки более к овощам переходить или к семенам. Допустим, очень полезны семена льна. Вот я вот считаю, ну, самый главный такой сыроедческий элемент. Вот нашла, смотрите, что растительная пища сильно уступает мясу именно по содержанию железа. И нам диетологи говорят, что бобовы, чечевица, фасоль, инжир, изюм и шпинат нисколько не уступают, между прочим. Поэтому если не хватает железа в организме, если вы хотите стать именно льпатерианцем или сыроедом, то, пожалуйста, налегайте именно на эти продукты. Совершенно верно. Есть такое? Да. А еще, смотрите, какой интересный факт. Нашли ли, заметили ли какие-нибудь, я не знаю, интеллектуальные изменения, память улучшила, быть может, нет? А-а-а. Спрашиваю, к чему? Потому что провели, собственно говоря, исследование, где принимало участие почти 9 тысяч детей 10-летнего возраста. И выяснилось, что у тех детей, у кого повышенный уровень IQ, те как-то предрасположены именно к вегетарианству и сыроедению. Вот такой интересный факт. Точнее, даже не факт, а уже доказанные теоремы. Ну, по крайней мере, когда я перешел на сыроедение, я продолжал учиться еще на втором высшем, тоже техническом. И, ну, диплом я защитил, ну, на пятерку. То есть, факт есть. Хорошо, замечательно, факт есть. Светлана вам расскажет о своей теории чуть-чуть попозже. Задам все-таки вопрос нашим телезрителям. Сможете выиграть билеты на концерт Волжского хора Людмила Дедяева с концертной программы «Ах, песня русская!» звучит. 24 января ожидается все мероприятие в дворце железнодорожников. Собственно говоря, вопрос звучит так. Ну, коль уж заговорили сегодня о еде, позвольте, следующий вопрос будет тоже у меня именно про нашу пищу. Самый популярный метод употребления этого десерта – жарить на кострах, на пикниках. Что же это за десерт? 202-11-22. Звоните, отвечайте. Здесь заулыбались наши гости, здесь, видимо, знают ответ на вопрос. Но достанется билеты тому, кто, собственно говоря, дозвонится к нам в студии. А пока человек соображает, собирается с мыслями, быть может, опять же, бросить просторы интернета, как наш прошлый дозвонившийся, нам ответит Светлана. Как-то вы нам сказали за эфиром, что, будучи вегетарианцем и сыроедом, вы были в положении. Так? Да. И не помешало вам. Вот расскажите, мишечка. Помогло, намного легче все это было, все происходило. Ну, у меня было понимание, что это хорошо. У меня не было представления о том, что я чего-то лишаю себя, своего ребенка. То есть я знала, что это все хорошо, поэтому это все хорошо и было действительно. Такой вопрос немного деликатный. Ну, вы как женщина-женщина меня поймете. Сюда ли были вы такая стройная и такая аккуратная? Либо все-таки именно когда исключили пищу животного происхождения, стали столь изящны? Я занимаюсь собой с очень маленького возраста, поэтому больше 30 лет, лет 35, наверное, точно. Я именно... У меня тема здорового тела, здорового питания, она интересовала прям с очень маленького возраста. Потому что вы назвали такую цифру, я, конечно, сейчас вообще пытаюсь сопоставить сказанное вами с вашим внешним видом, поэтому все, тема отступаем, все ясно. Вот, пожалуйста, вам живой пример, как выглядеть красивой и что действительно такое питание ни в коем случае не уступает привычному нашему питанию. А еще, коли уж мы затронули, насколько полезно, можем оценить людей, которых звезд, скажем так, которые известны и которые являются у нас вегетарианцами. Из-за самых таких, вот, наверное, самых известных, это Брэд Питт, Деми Мур, Джим Керри, Лайма Вайкули, все они являются вегетарианцами и замечательно шикарно выглядят. Вот так вот. У нас есть звонок от нашего телезрителя, наверное, любитель он сладкого. Коля уж так быстро позвонил нам. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юлия. Юлия, очень приятно. Какие у нас сегодня замечательные телезрители, звонят с замечательными, веселыми голосами. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, про какой же десерт мы тут говорим? Самый популярный метод употребления этого десерта – жарить на кострах, на пикниках. Что же это? Ну, вы знаете, я думаю, то, что, наверное, это зефир. Зефир. Ну, вот вы знаете... Или суфле. Ну, как-то вот, я думаю, зефир или суфле, что-то из этого. Я думаю, знаете, давайте мы за такой замечательный жизнерадостный голос нашему телезрителю, конечно же, отдадим билеты. На самом деле, это маршмеллоу, это зефироподобные конфеты. От зефира отличаются они тем, что это блюдо не содержит яиц. Но я думаю, вы, в принципе, были близки, поэтому два билета на концерт Волжского хора достаются именно вам. Поздравляю вас с этим. Юлия, вы с нами еще? Да, я здесь. Скажите, пожалуйста, а вы любите ли у нас блюда вегетарианской пищи? Ой, ну, вы знаете, как бы, в принципе, да, мне нравится вегетарианская пища, но, как бы, в данном случае, вот, на самом деле, на данный момент я просто нахожусь в положении, поэтому, как бы, ну, не знаю, мне кажется, что девушки в положении, как бы, не совсем уместно именно только вегетарианскую пищу принимать. Хорошо, хорошо, ну, это действительно ваша позиция, вас никто не переубеждает, вам спасибо большое за звонок, ну, я думаю, в вашем положении сходить на замечательный концерт, порадоваться прекрасной музыке будет самое то. Спасибо большое. Ну, вот, опровергла вашу теорию и считает, какая прелестная, смотрите, пока мы разговариваем с телезрителем, пока мы выясняли, насколько же полезны вегетарианство и сыроедение, у нас появился такой рисунок. Так, Стан, вы вот так вот положите ручку, а наши операторы сейчас, собственно говоря, уловят этот рисунок. А Ирина нам расскажет, как родилась идея? Уже были задумки, была задумка ли до эфира, либо вот сейчас? Да нет, это значок жила, вот, и, в принципе, когда меня просят нарисовать какой-то значок, я всегда делаю мандала. Мандала – это бесконечно продолжающийся кругообразный рисунок, в основном рисуют буддисты из песка, вот, и тут легко симпровизировать и, ну, значок этот поместить в середину, а вокруг уже какие-то лепесточки, цветочки. Ну, в принципе, такой простой и легкий рисунок. Ну, мы на картинках видели, на изображениях, которые рисуете вы в ваших работах, видели, что не только какие-то такие индийские, там, иероглифы, узоры и так далее, есть, там, была и ящерица, то есть, просят не только что-то такое, связанное с индийской культурой, правильно я понимаю? Да, просят очень много обращений, например, вот, я хочу сделать татуировку, я хочу посмотреть, как она будет смотреться. Я говорю, ну, ладно, можно, в принципе, за две недели можно понять, стоит ли ее делать или нет. Как бы, можно понять, как она будет выглядеть изначально, вот. А кому противопоказаны татуировки, не татуировки, а рисунки хной? Есть ли такие люди? Рисунки хной никому не противопоказаны. Само хена дерева, из которого делают как раз вот эту краску, то есть, все ингредиенты, они натуральные, делают их из дерева. И вот эту краску использовали и сейчас используют для лечения различных ран, то есть, как зеленка, как йод, она, наоборот, ухаживает за нашей кожей, она там, есть даже специальные составы, когда лечат мигрени, там экземы различные. Но встречаются какая-то аллергия, даже у нас есть фотографии, сейчас мы посмотрим их на экране, вы нам расскажете, с чем это связано? Есть мастера, в основном они рисуют в Турции, во всех таких курортных странах. Они рисуют не хной, а так называемый черный хной. Вот мы видим как раз, что получается. Да, такая реакция бывает, когда рисуют как раз таки вот этот так называемый черный хной, это на самом деле не хна, это такой краситель, урзол называется, он у всех вызывает различную реакцию. Дай бог, слава богу, никого, кого-то один раз реакция не дало, но это не значит, что в следующий раз она не даст никакой реакции. Вот, поэтому как бы есть такое, я всем говорю, смотрите, чем мастер рисует. Если это какие-то покупные конусы, да, вот у меня, я сама конусы делаю, сама мешаю, хну из натуральных ингредиентов. Вот, то есть я делаю сама, у меня все натуральное. Состав могу рассказать, если кто хочет. Вот такие конусы, которые покупные, они хранятся очень долго, что там в составе неизвестно, какую реакцию может дать, непонятно. У меня у знакомых, они с маленькой девочкой ездили отдыхать в Турцию. Девочка уговорила родителей нарисовать ей, ну, временную татуировку хной. Они пошли нарисовали, через два дня у нее смылось. Они пошли опять повторно на это же место, нанесли рисунок. В результате девочка на всю жизнь с ожогами осталась. Вот. То есть быть аккуратнее в любом деле, собственно говоря, можно подвести итог. Быть аккуратнее в любом деле. Если ты хочешь становиться сыроедом или вегетарианцем, тоже не надо с бухты барахты как-то сразу резко начинать. Везде важна последовательность, везде важна подготовка. Осознанность. Для чего? И осознанность. И чувство меры. И чувство меры. Ребят, спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Я вам желаю, конечно же, творческих успехов, профессиональных успехов. Развивайтесь. Развивайтесь. Ну и на самом деле побольше единомышленников, которые будут правильно питаться, правильно жить, правильно мыслить и позитивно мыслить. Согласны со мной? Да. Спасибо большое. Вам, дорогие друзья, тоже желаю всего самого хорошего. И спасибо, что были с нами, как всегда, по будням универсальный формат. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok